Горы Горы Пусть циклон несет сюда тучи ветром свитые, и забраться дальше нас никому не даст. — Климатические условия выживания на станции «Восток» чрезвычайно экзотичны. Много лет на этой станции проработал институт медико-биологических проблем, который готовил космонавтов. И вообще говоря, обнаружил, что это единственное место на нашей планете, где такие животные, как крысы, вообще не размножаются, забывают об этом и так далее. Почему вот такое угнетение организма? По нескольким причинам. Ну, во-первых, высота станции 3800 метров, а по уровню кислорода это адекватно высоте 5,5 километров. Поэтому это первое. Но самое страшное для организма человека даже не это, и не низкие температуры, а отсутствие, полное отсутствие углекислого газа, то есть закиси углерода, СО. Оказывается, это тот газ, который стимулирует наше дыхание. То есть вот мы в обычных условиях не забываем дышать. Ну, как бы вот наличие вот этого газа способствует тому, что мы периодически осуществляем вдох. В Антарктике, на станции «Восток» этого газа нет в принципе. И поэтому очень часто, когда человек туда первый раз попадает, он просто ловит себя на мысли, что он забывает дышать. То есть организм не вздыхает воздуха. И ты забываешься, допустим, да, и потом вот начинаешь сдрагивать, забыв вздохнуть. Это очень тяжелое вот такое вот состояние. В помещениях, конечно, легче. Особенно там, где люди курят. Это единственное место, где курение показано. Потому что там за счет курения, естественно, появляется вот это СО, и более-менее люди нормальны. За счет вот таких условий организм начинает, ну, просто находиться в совершенно критической ситуации. Наши медики и биологи установили, что полная адаптация к тем условиям происходит только через полгода. То есть полгода человек фактически болеет. И огромное количество людей, которые прилетают на нашу станцию «Восток», ну, ежегодно это где-то 2-3 человека. Мы вынуждены с приступами горной болезни помещать сначала специальную барокамеру, а затем срочно вывозить. Теперь, что касается внешних, то есть когда вы выходите из помещения, значит, дышать открытым воздухом при температуре минус 70 и ниже нельзя категорически. Достаточно одного вздоха, чтобы верхнюю часть легких обморозить, ну, с соответствующими дальнейшими заболеваниями. Можно дышать только через ткань. В качестве ткани может быть маска, может быть шарф, может быть шапка и все что угодно. Только те, кто побывал там, у нас есть аксакалы, которые много-много раз были, и каждый раз, когда человек собирается туда, с ним проводится инструктаж, что нужно делать. Прибыв на станцию «Восток», первым делом выйди из самолета. Ты должен отдать все-все свои вещи кому угодно, пускай и несут. Ты должен тихо-тихо, медленно-медленно идти потихонечку в помещение станции. Не дай бог, если ты побежишь, не дай бог ускоришь, тебе сразу воздуха не хватит. Вот так, тихо дойдя до станции, ты должен выпить чашку горячего чая и лечь спать. Ни в коем случае больше ничего не делать, ничего не пить, тем более алкоголя. Ничего не пить, тихо лечь спать. И сколько возможно проспать. После того, как ты проспишь, еще будут головокружения, еще будет все, все ощущения, нужно потихонечку идти на камбус, потихонечку съесть хотя бы 2-3 ложки горячего чего-нибудь, потом выпить глоточек алкоголя, чтобы разогнать кровь. И вот только после этого можно куда-то идти, но опять же ничего физически не делая первые три дня. В систему договора об Антарктике входит протокол по охране окружающей среды. Значит, протоколом запрещено в Антарктику ввозить любые растения, в том числе семена растений, чуждых, там нет растительности. Запрещено ввозить любые животные, любых животных, абсолютно любых, даже попугайчиков, не говоря уже о собаках. Потому что природная среда, ну как и в Арктике, так и в Антарктике, настолько хрупкая, что внесение туда любых других элементов биосферы, любые растительные, животные, может погубить местную флору и фауну. Ну, если мы будем говорить о собаках, то да, первые годы туда возили собак, которые интересовались, кто такие пингвины. Пингвины не летающие птицы, она никого на суше не боится, у нее нет, и вдруг прибывает собак. Что это такое? Ну, сами понимаете, что дальше происходит. Поэтому собак нету. Мы одно время возили кошек, кошек тоже запрещено. Мы одно время, долгое время выращивали на окнах какие-то растения, сейчас это тоже запрещено. Вообще даже землю вывозить в Антарктику, ну, просто земля для растений, для комнатных цветов, это тоже запрещено. Потому что она содержит микроорганизмы. Вот, и когда мне сказали, что я уже в институте почти, да, 30 лет, я просто сам себе удивился. Первый раз, конечно, попал, у меня не так все это было романтично, попал, как бы, по специальности я повар. Ну, и попал, чтобы вроде бы, как бы, заработать. А потом это так затянуло, что вот уже вторые, третьи экспедиции, уже денег не понадобится. А зачем туда едем, я, честно говоря, уже и сам не знаю. Я сам себе иногда вопросы тут задаю. Зачем я туда еду? На которые, к сожалению, так я ответить и не могу. Или к радости, или к сожалению, ну, вот тянет, тянет и тянет уже туда. Уже много экспедиций. В Арктике был, наверное, если на дрейфующих станциях, то это был СП-22, СП-26, СП-33, СП-35, СП-37. Это только дрейфующие станции. Затем на острове Жохова есть такой остров, у нас там станция была. Затем на Северной Земле у нас тоже была там станция на куполе, интересно очень станция была. Купол Вавелова, там есть ледник, и вот на там леднике была полярная станция. Но она находилась вся под снегом, то есть она была вся занесена снегом. Сверху просто стояла небольшая будочка, а вся станция была под снегом, очень интересная. Это вот в Арктике и в Антарктиде, естественно, начиная еще с САЭ, советско-антарктической экспедиции, это еще в 30-ю юбилейную, если слышали, это когда вот дрифовал судно, судно дрифовало, когда было затерто льдами, вот как раз вот это вот, в это время было 30-е САЭ, зачем 37-ю был, был очень интересный экспедиция, которая, к сожалению, очень мало освещалась, но была в свое время советская, начиналась как бы советско-американская, а потом стала российско-американская дрифующая станция, в Антарктиде никогда дрифующих станций не было, и вот впервые в море Аделла была такая станция, в море Аделла-1, мне повезло на ней быть. В Арктике, конечно, там совсем по-другому, вспоминается, если те времена, вот мне приходилось как бы быть на самой нашей знаменитой дрифующей станции, это Северный полюс-22, она продрифовала 9 лет, толщина ее была 30 метров, то есть 9 лет на нее люди приезжали, там садились самолеты, ИЛ-18, представляете, большие самолеты, то есть на нее многие хотели попасть на эту станцию, но это было как на земле, то есть все на нее хотели, в общем, на эту станцию. Сейчас, к сожалению, уже не такие, сейчас и полтора метра бывает толщина, все, поэтому часто ломается, часто нам приходится переезжать. 33-я станция, тоже можно сказать своего рода, СП-33, она уникальна, чем она уникальна, потому что это первая станция, которая была организована Россией уже, не Советским Союзом, а Россией, она досталась очень тяжело, специалистов практически, уже не осталось тех, которые были раньше. Я немножко в сторону отойду, потому что я когда начинал зимовать, чем я влюбился там? В Арктику нельзя сказать, что влюбился, я в первую очередь, наверное, влюбился в тех людей, которые там были, потому что мне повезло, я считаю, мне вообще все время везло в жизни, то есть мне повезло с начальником, у меня не было ни одного начальника, некоторые жалуются на начальника, но не отвезло с начальниками. А мне еще повезло с людьми, те, которые закончили первое ЛАУ, это Ленинградское арктическое училище, это Константиновский дворец, где теперь президентский дворец, это было там училище ЛАУ. И мне повезло зимовать с теми людьми, начинать с теми людьми, видеть их, общаться с ними, которые вот закончили только первое-первое ЛАУ. То есть это самые настоящие полярники, которые, я, наверное, влюбился в них, я брал с них пример, как надо зимовать, как общаться с людьми, вот, наверное, поэтому я так уже 30 лет здесь и работаю. А 33-я станция давалась трудом, потому что тот коллектив, который был, те наработки, которые были, они многие утратили, остались единицы народа здесь, и вот была организована эта станция. Их было 11 человек, нас было там, начальником станции был Весневский Алексей Алексеевич, который сейчас вот начальником на СП-38, которого сейчас будем забирать. Это уникальнейший человек, это, ну, про него, про таких людей пишут книги, словами их не описать, и с такими людьми надо общаться, надо видеть, надо слышать их, надо все время с ними прожить, чтобы знать, что это за человек. Меня все время спрашивают, что меня туда тянет, иногда не то, что грубо я отвечаю, с юмором грубо, я говорю, чтобы почувствовать, что на тебе брюки все-таки, понимаете, к сожалению, это сейчас многие-многие этого не понимают. Хотя бы, знаешь, что ты мужик, и ты же ходишь в брюках, это уже большое, что на тебе брюки, потому что сейчас как-то так, ну, не те времена. Вот в Антарктиде, например, да, там очень хорошие условия, бытовые условия, там стационарные домики, там все-таки земля, там стоит, домики стоят на сваях, постоянно, двухэтажные домики, там можно в течение года вообще никуда не выходить, на улицу не выходить. Вот, душ, все есть. А меня вот, например, больше тянет почему-то на СП, там на дрифующиеся станции, хотя там домики сборные, приходится, вот только мы высаживаем нас, это в течение трех дней все это выбрасывается на лед, ледоколом, все это быстро, потом они нас оставляют, мы начинаем все это собирать, разгребать грузы, тяжело, тяжело. И потом же, когда ломает, приходится и переезжать, и опять же разбирать. Но меня вот больше тянет почему-то в Арктику. Там люди совсем немножко другие в Арктике, на СП. У нас первое правило, когда выходишь из домика, надо посмотреть по сторонам, обязательно, нет ли белого медведя. То есть, только открыл дверь и сразу должен посмотреть по сторонам, нет ли белого медведя. Когда идешь, тоже постарайся почаще оглядываться, чтобы не было белого. Ну и надо смотреть еще под ноги, чтобы не было трещины. Ну что такое Арктика? Это на льду, это не материк. В сером ледовитом океане ищется льдина, и вот на ней дрейфуют люди. Но живем мы там весело. Народ хороший, сами себя веселим, сами себе готовим. Хотя, ну как готовим, стараемся. Я вот повар, стараюсь разнообразить, так, чтобы это было по-домашнему вкусу. У нас праздники проводятся всегда, дни рождения проводятся весело. Вот иногда так слышишь, так, ой, вы там как дикари. Нет, когда я сюда приезжаю, здесь люди, они дикари, они мы. Молодежь приходит очень интересная, очень, тоже энтузиазм своего дела. Им главное сейчас быть только по рукам, только не бить, дать им больше свободы. И прекрасная молодежь, мне очень-очень нравится. Вот ребята у нас приходят, ну чудесные, нравится, нравится молодежь. Как бы там кто-то, где-то, что-то. Я не встречал плохой молодежи. Очень-очень мне нравится. Энтузиасты, работяги такие. Хорошие ребята, хорошие. Раскрепощенные, не такие, как мы раньше были. Нас, конечно, ставили раньше в рамки такие, потому что все-таки парторганизации, профорганизации, все это месткомы, парткомы, немножко нас держат. А здесь ребята более раскрепощенные, интересные. Не знаю, что там ждешь. Ждет там, не знаю, что взять с собой, например. Что наоборот не надо брать, к чему готовиться. Медведи же там бродят. Не, говорят, конечно, что с собой надо брать, там вот, какие с собой вещи основные брать. Опытные полярники там уже все рассказали нам. Но все равно особо не знаю, что взять. Почему потянуло? Ну, во-первых, романтика. А потом, наверное, все-таки, не знаю, что-то такое неизведанное. Это как космос, наверное, полететь. Меня взяли, потому что я молодой и потому что уже опыт есть за плечами. Уже три года работал. До этого со станциями метеорологическими, автоматическими ставил с людьми. И знаю принцип работы. Как это все работает. То есть не в первый день с этим знаком. Ну, чтобы рассказать, как я сюда попал, нужно, наверное, начинать с самого начала. Началось все с того, что я с детства увлекался компьютерной техникой. Мне было это очень интересно. Меня интересовали системы защиты информации, системы спутниковой связи и вообще система передачи данных. И я поступил после школы в колледж. По специальности программное обеспечение. Ну, а потом в университет политехнический, краснодарский. Моя специальность заучит программное обеспечение вычислительной техники, автоматизированных систем управления. Ну, а после того, как я закончил университет, я решил, что мне стоит отправиться на Северный полюс, чтобы посмотреть что-то действительно новое, интересное для себя. Ну, и к тому же, наверное, определяющим фактором было то, что мой отец три раза зимовал в Антарктиде. Вот. И, конечно, рассказы его. То, что он рассказывал, то, что он видел, то, что не каждый человек вообще в своей жизни может увидеть, это, конечно, сыграло очень большую роль в моем выборе. Ну, и вообще, я на Севере родился. Я помню много интересного. Вот. Северное сияние. Сказочно красиво. И очень-очень много. Много интересного. Не все из этого людям удается увидеть. Мне не страшно идти в экспедицию. Страха нет. Я понимаю, что будет трудом, что условия там жесткие и природные, и вообще. Вот. Но прорвемся. Я иду на СП не из-за денег. Я иду на СП, чтобы проверить себя. Вот. Увидеть. Увидеть что-то новое, интересное. Вот. И... Ну, а насчет сколько раз и пойду ли я еще, будет видно. Я не хочу загадывать так сильно вперед. Поглядим, посмотрим. Там будет видно. Сделаю выбор. К сожалению, я видел других станций очень много в Антарктиде, которые практически все станции, которые сейчас находятся в Антарктиде, там практически весь мир, они все учились у нас. Потому что наша первая станция была открыта в 1956 году. После этого индусы приезжали к нам, учились. Китайцы те же приходили, учились. Многие-многие страны. И теперь сравниваем наши станции и их станции. Мне не хочется говорить такое слово. Родина. Я живу, наверное, воспоминаниями про этих людей, которые я вам говорил, с которыми я занимал первый раз. Поэтому начальник вот Юрий Борисович Константинов. Кстати, это единственная дрейфующая станция, СП-33, которая была дана на название. Вот он очень много лет был начальником нашего отдела, отдела экспедиции Юрия Борисович Константинов. Ну, это... Ну, отец родной, вы знаете, это такая прелесть, такой человек, как я... Я просто все время говорю, что такие люди рождаются раз в туалет. Вот Юрий Борисович Константинов. Вот Юрий Палыч Тихонов. Это тоже такая умница. Это настоящие люди, настоящие полярники, которые... Я перед ними просто преклоняюсь, понимаете? Алексеевич, ну, это особый разговор с Веснецким Алексеем Алексеевичем. Это огромный такой человечище в любых отношениях. Переносный, в прямом смысле. Он большой. Скала. Человек-скала. Человек много доброты. Много силы. Много поддержки. Ну, случаи, ну, какие можно случаи сказать? На него только смотришь, уже успокаиваешься сразу. Вот у меня был такой случай. У нас, значит, на СП-33 уже под каютой прошла трещина. То есть уже идет трещина хорошая. Надо как бы переезжать. Все сидят, ужинают. Я говорю, ну что, Алексеевич, надо собираться. Пора как бы трещит лед. Он, нет, подождем. Ну, лед трещит. Уже под каютой трещит. Я говорю, Алексеевич, так может, пора нет, подождем. Потом подходит. Ну что, все поели? Я говорю, ну, теперь давай приезжать. То есть спокойно мы переехали, без всякой суеты, без ничего. Следующий случай. Значит, немножко просела, подтаяла ковид-компания. Тамбур так немножко осел, значит. Ну, я подкажу, говорю, Алексеевич, надо бы бригаду, чтобы как бы подняли немножко тамбур. Потому что туда осел. Ну, хорошо. Расшел завтрак. Через какое-то время чувствую, что что-то там двигается, что-то там поднимают. Все, значит, как бы пытаются поднять этот домик, там подложить бревна. Все. Я вдруг выхожу, а это делает один человек, Алексеевич. Говорю, Алексеевич, а что ж ты один? Он говорит, да зачем я лишних людей буду беспокоить? Я говорю, ты сам все это сделаю. Говорю, так тяжело же. Так а зачем? Здесь, говорит, трактор нужен. Ну, а так, я, говорит, один потихоньку все сделаю. Вы что такое, Алексеевич? Что такое повар? Как все полярники говорят, значит, в экспедиции есть два праздника. Это хорошо поесть и помыться в бане. Моется в бане раз в 10 дней, а едят каждый день. Если каждый день человеку давать одно и то же, вы сами понимаете, что год человек не выдержит. Поэтому приходится включать фантазию. Что такое повар? Много спрашивают, что такое повар? А что такое повар? Повар, значит, это так. Плита готовит, руки режут, самое главное должна быть голова. Если у тебя есть фантазия, можно каждый день придумывать разные блюда. Тем более здесь ограничений никаких нет. Критерий такого повара в экспедиции, чтобы все были сыты и довольны. Все. Поэтому включаются фантазии, и здесь просто она неограниченная. Это фантазия, придумаешь новые блюда, все. То есть, делаешь все, что угодно. Как говорят в экспедиции, что повар, это второй человек после начальника. И много зависит. Успех зибовки зависит много от повара. Ну, что такое полярник? Это же дети. Они же не такие, иногда, беззащитные бывают. Он приходит весь с мороза, холодный. Ему кружку чая нальешь, и он уже счастливый. Сам нальешь. Это дети. Так случилось, что была возможность приехать сперва на сезон СП-34, Северный полюс-34, со своим коллегой Сергеем Борисовичем Кузьминым, который пойдет начальником генографического отряда сейчас. Куда приехал? Мы приехали с новой аппаратурой. Раньше она не использовалась. Это были хорошие американские наблюдители течений. Мы, соответственно, с ними разобрались, как их использовать. Привезли первые данные такого рода, которые раньше, в общем-то, такие исследования не проведут. Чтобы стать полярником, во-первых, надо получить образование. И быть, самое, я считаю, главное, это быть хорошим специалистом. Просто так в Антарктиду посылать или на полюс людей, чтобы потом какие-то проблемы возникали, нельзя. Поэтому, во-первых, идет отбор людей, естественно, по специальности. Ну, если посылают это институт, институт всегда присылает проверенных людей. Проверенных, чтобы они знали все абсолютно. И, значит, характер, чтобы был хороший у него человек, чтобы коммуникабельный, чтобы умел все прощать. Потому что это коллектив очень замкнутый, понимаете? Все-таки 30 человек, 20, 17, 15 бывает, всяко. Вот. И сложности могут возникнуть, особенно в общении с людьми. Потому что человек, который он от дома, ему сложно в этот момент бывает от семьи, от всего. Там нет много телеграмм, не поступает много дней. Поэтому надо, значит, вот, надо, как-то, вот, понимаете, эти углы надо сглаживать с человеком. Ну, видишь, что ему плохо, значит, надо поговорить, что-то помочь чем-то. Вот. Потому что все-таки год оторван от семьи и от людей, это очень сложно. Полярники — это, наверное, люди все-таки влюбленные вот в снег, в холод. Ну, мне так кажется. У меня была такая ситуация, что я вдруг... Ну, была вероятность, что мне придется отказаться от этой профессии. Ну, так вот. И мне вдруг стали сниться сны. И белые, и вот Шпицберген стал сниться каждый день, каждую ночь. И я думаю, боже мой, мне это так было трудно. Я думаю, ну, не может быть, не может быть, мне придется отказаться. Мне очень не хотелось вот все это терять, вот, возможность туда съездить, увидеть еще раз эти... Ну, не знаю, там цветы, там же цветы такие вот странные, маленькие такие. Ледники очень красивые, запах океана. Ну, то есть, мне кажется, это вот люди, которые влюблены во что-то. Ну, это не природа нашей средней полосы, а это такая специфическая природа, которая по-своему красивая и очень красивая. Вот у меня была в экспедиции тоже девушка, очень интересно. Она была вместе с нами месяц. И как-то мне случилось, что мы вместе с... Ну, у нее не оказалось партнер, и мне надо было вместе с ней пойти сделать измерение. То есть, месяц человек находился на Шпицбергене. И мы как-то по дороге разговаривали, и она говорит, вам, наверное, Ирина уже здесь надоело, уже там какой-то шестой-седьмой год вы здесь, уже как-то все примелькалось, и все такое серое. А я говорю, как это серое? Да вы что? Вот, посмотрите, вот цвет. Она ничего не замечала, ни цветов этих прекрасных. Они же там удивительные цветы. Ни птиц, там такие красивые птицы, тупики там, глупыши, которые вот летают и вот так вот заглядывают в глаза тебе. Нет, то есть, есть такие люди, и мне кажется, вот такие, которые не замечают красоты природы, которые вокруг, полярные, которые трудно очень заметить на самом деле. Наверное, они не смогут стать настоящими полярниками, которые вот будут влюблены в свою профессию. Полярники, ну, такой специальности действительно нет, поскольку все, кто будут там находиться, они имеют другие специальности. Есть метеорологи, есть аэрологи, есть гидрологи, гидрографы. Вот, это люди, которые обучались своим специальностям. Полярник отличается от полярных, океанолог или метеоролог, от остальных отличается только тем, что он работает в специфических условиях на севере, в общем-то. Там действительно есть значительные различия. Ну, достаточно суровая среда обитания, которая, соответственно, требует несколько других подходов, там, утреоборудование, с которым мы работаем, демоприемы работы, которые мы используем. То есть, в принципе, это те же ученые, просто немножко в других условиях, но более суровых, но которыми можно считаться. А море, оно везде море, оно одинаковое, в принципе, и для океанолога, который работает, скажем, где-нибудь в Атлантике, и для того, кто работает на севере, просто оно разное. Там море штормит, у него большие волны, в нем тяжело работать, а здесь лед, он, конечно, спокойный на вид, но он имеет обыкновение, надо трескаться и троситься. И это всегда нужно учитывать в наших условиях. Что касается вообще жизни, и чем отличается жизнь в Антарктике, скажем, для наших вот зимовочных станций, от той же зимовочной станции, скажем, Северный полюс, дрифующий, там, в Арктике, более уединенный коллектив, он более маленький. Жизненные условия там построены таким образом, вот эта логистика, что она носит характер временный. Домики собрали, домики в случае чего можно разобрать. Каждый домик можно передвинуть, если там прошла трещина и так далее. То есть все носит характер вот такой вот чистой экспедиции, когда вот приехали, все друг за друга и так далее. У нас в Антарктике несколько другое. Я подчеркиваю, что уже говорил об этом, что фактически это маленький городок. А раз маленький городок, значит, люди приехали, как бы обосновываются и так далее. И вот этого спаянности коллектива, вот как на ИСП, его трудно достичь. Очень редко бывает такой коллектив. Коллективы больше, люди разные. Если ИСП набирают в основном из нашего института людей, и люди как бы готовы, то мы набираемся всей России. Если говорить обо мне, я был на Северном полюсе, в Арктике много раз, и уже больше 20 раз в Антарктике, то, конечно, психологически, для меня, вот климат, который есть в коллективах арктических, он более близкий. Потому что он, ну, такой более спаянный, что ли, да? Здесь гораздо сложнее и тяжелее, потому что люди очень разные. Немножко совершенно другая ситуация. Поэтому, если, скажем, мне сказать, где легче зимовать, лично для меня легче на ИСП. Хотя я уже 20 с лишним лет работаю в Антарктике и занимаюсь этим вопросом. Но это уже личная ситуация. Что касается природных факторов. Значит, если на ИСП льдина, и все знают, что там под тобой, ну, скажем, там 2 метра льда, а после этого уже океан, это, конечно, давит в определенной степени, но, с другой стороны, это заставляет всех быть предельно мобилизованными, предельно осторожными. Значит, вот вопрос безопасности, он номер один. Все это знают. В Антарктике другая ситуация. Ты, вроде бы, ходишь по камням. Но коварство природы в Антарктике заключается прежде всего в том, что огромное количество ледниковых трещин повсеместно, которые бывают шириной и 8, и 10, и 12 метров, и глубиной несколько сотен метров. И вот эти вот провалы, они, как правило, закрыты снежными мостами. И случаев, когда и техника заваливалась, и прицепные устройства заваливались, и так далее, очень и очень много. Это первый случай. Хотя, в общем-то, все замечательно, вроде бы там нет воды. Вторая ситуация. Таких ураганных ветров, как в Антарктике, их нет нигде на планете, в том числе и на Северном полюсе. Потому что, можете себе представить, что такое ветер, который, скажем, я, как метеоролог, в свое время был на станции «Русская», испытывал. Это когда металлический контейнер, забитый снегом, полностью выдувает, и этот контейнер весом почти полторы тонны взмывает вверх и, махая дверь, летит, снося на своем полете все, что угодно. То есть, представить себе, что я человек весом там 90-100 килограмм, на тросу держусь, как белье на ветру, понимаете, горизонтально. Это ветер, который, во время которого на вытянутую руку ничего не видно. И кроме снега еще несутся камни. То есть, ветер обжигающий, особенно в внутренних районах, где и 50, и 60, а на станции «Восток» там и 70, и 80, и даже до 80, почти до 90 градусов. То есть, это условия, когда даже один вздох, один вздох может быть, как говорится, причиной заболевания, обморожения легких. Короче говоря, условия совершенно другие. Поэтому, но люди расслабляются. И нам все время приходится напоминать о безопасности. Но, к сожалению, условия таковы, что вот за 50 лет у нас почти 70 человек в экспедиции погибли. Благодаря вот такому проявлению, значит, агрессивности, я бы сказал, такой природной среды в Антарктике, и случаются у нас периодически трагедии человеческие. То есть, у нас два больших кладбища, на Мирном кладбище, где 53 человека, на Молодежной больше 20 человек. Есть погибшие на Новолазаревской. На Испе, вот, как правило, этого нет. Как правило, этого нет. Потому что, еще раз говорю, люди постоянно мобилизованы. А в Антарктике немножечко, вот, вроде бы, бывает идеальный, красивейший пейзаж. Тишина, солнце, все блестит, там, все, пингвинчики, все замечательно, все хорошо. Через какой-то там полчаса уже все. Уже на метр ничего не видно, и все. И куда идешь, абсолютно не видишь. То есть, вот, надо быть... И из-за этого происходит, вот, временами у нас, слава богу, последняя трагедия у нас была достаточно давно. Уже три года назад, и три года у нас, слава богу, ничего нет. Но вот последняя трагедия была на Мирном, где упал в трещину ледникового транспортер. На глубину 28 метров человек погиб там, в этом транспортере. И вот этого человека, спустя два года, извлекало отряд МЧС. Отряд Центроспаса МЧС. Два слова о общей ситуации в Антарктике. Значит, в 60-м году был заключен договор об Антарктике, который не отменил территориальных претензий других государств, которые были на этот момент. А они были у семи государств. Аргентина, Чили, Норвегия, Бельгия, Австралия, Новая Зеландия, Франция. Он не отменил, но заморозил эти территориальные претензии. Что это значит? Что другие государства более не могут заявить о своих территориальных претензиях. Система договора об Антарктике с той поры, значит, развивалась. Есть целый ряд приложений, документов, протоколов, которые определяют ситуацию. Но самый главный момент следующий. Что? Договор об Антарктике бессрочный. Срочный. И существует... Все решения в нем принимаются консенсусом. То есть все за, если один против решения не принимается. И, грубо говоря, договор существует до тех пор, пока ни одна из стран не вышла из него. Потому что в самом договоре не предусмотрен порядок выхода. Это значит, что если страна выходит из договора, она уже не соблюдает этих требований договора. Поэтому договор фактически ликвидируется. А это все-таки огромная часть нашей планеты. Все, что к югу от 60 градуса южной широты, относится к зоне действия договора об Антарктике. В северном полушарии аналогичная ситуация. Представьте себе, все, что севернее Петербурга, вот это все, огромнейшая территория, управляется вот этой системой договора об Антарктике. На сегодняшний день в системе договора об Антарктике 34 государства, которые полноправные члены. Еще порядка 12 стран, которые готовятся стать полноправными членами. На этом фоне как мы смотримся. Но если раньше, вот до распада Советского Союза, было два самых мощных государства в Антарктике. США и Советский Союз. Мы все время где-то конкурировали в определенном смысле, хотя всегда дополняли, как говорится, исследования друг друга. То, конечно, 90-е годы нас серьезно отбросило. И если говорить, скажем, о затратах нашего государства и американского, то они, конечно, несопоставимы. Бюджет американской экспедиции порядка 375 миллионов долларов ежегодно. Наш бюджет в 10 раз меньше. Так, если грубо взять, да? Вот, оперативный. Но, тем не менее, тем не менее, по масштабам наших исследований, если мы будем сравнивать, то есть мы за меньше деньги делаем гораздо больше. Поэтому мы сохранили целый ряд приоритетных вещей, которые уникальны. Все, что касается станции Восток, уникальны. Это и проникновение под Ледниковое озеро, это и вообще бурение, это и огромная программа, связанная с геохронологией в результате анализа Керна, это и геофизика и так далее. Потерялись мы немножечко только на биологическом направлении наших исследований. Раньше было больше, но в последние годы мы тоже... Мы делаем большинство... И поэтому с точки зрения отдачи научной, я бы сказал так, в последние годы мы фактически вернули себе то самое второе место по общему, как оно и было в советское время. Очень сильными государствами в области исследований Антарктики, кроме России и США, являются Германия, Великобритания. В последние годы просто огромными темпами развиваются исследования китайской экспедиции. Но, тем не менее, это не говорит о том, сколько эти страны вкладывают. Дело в том, что, еще раз повторяю, есть два типа государств. Есть страны-территориалисты, которые до 60-го года имели территориальные претензии на части Антарктиды. То есть, в их конституциях есть территории, которые считают они своими. Скажем, Чили, Аргентина и Великобритания претендует на один и тот же сектор Антарктики. Естественно, все, что они тратят, эти государства, это связано уже прежде всего не с наукой, а это прежде всего поддержанием своей собственной территории. Немножко другое направление работ. Есть страны, как я сказал, в Великобритании, которые одновременно и территориалисты, и одновременно достаточно сильно с точки зрения научной. Есть страны типа Германия, Италия, Китай, а последние годы даже Индия, которые достаточно сильно развиваются, поскольку достаточно много вкладывают. Как мы смотримся на всем этом фоне? Если говорить о науке, я уже сказал, мы достаточно серьезно смотримся и не только не уступаем, а во многим превосходим. Если говорить о логистике, то это гораздо более сложный вопрос. Есть две категории экспедиции. Есть экспедиции так называемые старые, например, наша, аргентинская, британская экспедиции, которые раньше еще, начиная с 60-х годов, имели своих много станций, баз и так далее. И эта инфраструктура требует все время ее перестройки и так далее. Это одна ситуация. То есть они имеют, как и мы, проблемы со старой инфраструктурой. А есть страны новые, например, скажем, та же Германия, которая старых баз не имела, но она одну имеет станцию, но она ее постоянно модернизирует. То есть если мы будем сравнивать с логистическим обеспечением, да, у нас больше проблем, чем у других. Во-первых, у нас и станции больше, и баз больше. Естественно, у нас денег меньше с точки зрения вкладывания в инвестиции. Но я лично считаю так, что давайте посмотрим на то, зачем это все. С самого начала я сказал, что у нас существует две проблемы, которые главные, которые поставлены перед нами. Это обеспечение геополитических интересов нашей страны, то есть присутствие и выполнение международных обязательств в тех районах, где наши станции. Это мы обеспечиваем. И второе, это организация проведения вот тех научных исследований, которые содержатся в федеральных, в ведомственных, в других научных программах. Мы и это обеспечиваем. Поэтому, конечно, хорошо было бы взять и все перестроить, затратить миллионы, огромные или миллиарды, допустим, и все замечательно. Но тогда эффективность на вложенный рубль научных исследований была бы очень низкая. Я могу привести только один пример, чтобы вот эту мысль свою. Значит, в фундаментальной науке есть такая проблема частиц сверхвысокой энергии, которые пронизывают нашу солнечную систему и даже не останавливают. Для того, чтобы зафиксировать эту частицу, очень многие ученые в мире, физики делают ряд экспериментов. Американцы на станции Амутсен-Скотт, это на Южном полюсе, построили огромную лабораторную, так сказать, базу, огромный полигон для того, чтобы уловить эту частицу. Для того, чтобы этот полигон работал, пришлось перестраивать полностью станцию. Построена станция на Южном полюсе. Продолжение следует...